Кругом, друг за другом, да, и держите шаг, и кокмышки, и кокмышки, и мы потопаем вот так. 3 января в районном центре культуры и досуга было так многолюдно, шумно и ярко, как бывает только в дни школьных каникул. Оно и, понятно, Новый год. Я очень люблю Новый год, мне нравится. Это очень прекрасный праздник. Все веселятся, ставят ёлку, Дед Мороз приходит и кладёт подарки под ёлку. На встречу с волшебником спешили и ребятишки, и их родители. Всех поздравляем с Новым годом, всем здоровья, счастья, любви в Новом году, чтобы было всё хорошо у всех. В этот час веселились все. Дети в маскарадных костюмах, маленькие нарядились волками и зайчиками, медведями и лисичками. Ребята постарше предпочли образы мушкетёров, принцесс и героев комиксов. И те, и другие с удовольствием водили хороводы, плясали и скакали, отгадывали загадки. А некоторые даже не постеснялись рассказать новогодние стихи. Они бегут по сухопам, светят окошки в домах. Все мы ждём Деда Мороза, и это пошла зима. Огни на ёлке яркие, посуда зажигается во всех домах, по всей стране, и вятурвается. И правильно, зачем же грустить и сидеть дома в ту пору, когда каждую минуту случаются чудеса, тем более в сказочном лесу. Именно туда и отправились гости праздника. Шоу по лесу Дед Мороз, мимо клёдов и берёз, мимо просек, мимо пней, шоу по лесу много дней. Помешать радоваться, веселиться ребятам и зврятам хотела вредная баба-яга, как всегда задумавшая пакость. Мы тут с Лешем придумали очень умную вещь. Очень умную? Мы с Лешем умную. Срочно украсть постер Деда Мороза. Срочно. Но как бы ни старались злодеи, им не удалось осуществить задуманное. На помощь дедушке и его внучке пришли и звери-лесные дети. Добро в очередной раз восторжествовало, а новогоднее чудо свершилось. Лариса Вольнова, Татьяна Акимова, Александр Ильин, Видное ТВ.